Приветствую, друзья! С вами Станислав Орехов. Я сейчас хочу немножечко разбавить нашу текстовую историю видеоформатом. Сейчас я буду рассматривать вопрос, который мне прислали. Он такой многогранный, из четырех частей состоит. Заключается в том, что девушка спрашивает, одна из наших учениц, о том, как работать за рубежом. То есть есть какие-то вопросы, которые нужно выяснить для того, чтобы работать за рубежом правильно. И давайте мы их сейчас посмотрим. Соответственно, я сейчас на них постараюсь ответить. А вы напишите, какие у вас еще вопросы есть о зарубежной работе. Я расскажу из своего опыта, что делаю я для того, чтобы получить заказ и потом, самое главное, как с ним работать. Если какие-то работы по зарубежной теме вам интересны, то тоже о них пишите. Мы сейчас, естественно, их обсудим. Так, давайте посмотрим. Вопросы у нас следующие. Всего их четыре. Вопрос номер один. При проектировании здесь мы используем нормами из СНИПа. Как быть в другой стране? Отдельно изучать нормы и правила, ограничения, которые искать в сети? Ну, в целом, да. Естественно, вы в каждой стране есть некоторые ограничения, некоторые нормы и некоторые правила. Чаще всего там есть особенности. Особенно, если вы делаете реконструкцию там где-нибудь во Франции, в старом городе. То есть это всегда есть. В новых жилых комплексах тоже они есть. То есть в Америке тоже определенные есть свои. Тут надо понимать, на какой стадии вы делаете, да, с какой стадии вы работаете прямо сейчас. Почему это важно? Потому что, когда вы делаете реконструкцию, у вас в любом случае будет исполнительная документация корректироваться местными домоуправлениями, да, можно так сказать, архитектурным советом. Мы когда делали, допустим, на Кипре проект, мы сделали именно, у нас был там заказчик, он хотел именно у нас заказать, мы сделали ему проект и дальше этот проект в обязательном порядке согласовывается в местной архитектуре. То же самое происходит в Испании, в Италии, во Франции, тем более, там вот мы делали во Франции тоже дом, не дом даже, а целую деревню. Там были старые дома, которые нельзя было реконструировать, то есть их можно было менять, но обязательно нужно было кирпичную кладку оставлять, да, вот такая, как здесь. То есть какие-то стены нужно было прямо оставить, какие-то не трогать. То есть это все, естественно, нужно знать и с этим бывают сложности. Тут надо понять вот что, то есть какую часть работы вы берете на себя, а какую часть работы берет на себя клиент. Объясню, то есть если в вашу часть работы входит исследование, изучение норм, в том числе, как ему действовать по законодательству, то вы можете взять за это дополнительные деньги. То есть вы можете дополнительно узнавать технические условия, все это дело изучать и просто брать за эту оплату. Если клиентам вам это уже выдает, либо он говорит, я сам буду самостоятельно, мне нужен образ, например, только мне нужны планировки, плюс возможной визуализации, то есть как я хочу сделать. Иногда клиенту нужно прийти в местный совет и показать, как он хочет реконструировать. И тогда, возможно, ему дадут именно это разрешение. То есть тут нужно понимать, что конкретно вы делаете. Поэтому это вот первая часть ответа. То есть из опыта мы, когда делали во Франции, там был отель, такой мини-отель, там пришлось именно учитывать нам местную постройку. Мы нарисовали, как бы мы хотели, отдали клиенту, он уже потом сам пошел согласовывать. На Кипре, когда мы делали дом, у них было общие требования, нам клиент их дал. То есть там он, я вот не помню точно, там, в общем, что можно делать, а что нельзя, там по высоте есть какие-то определенные. То есть там были технические условия, нам их дал клиент, мы сделали технические условия. Дальше, в любом случае, наша исполнительная документация отдается местным архитекторам, и потом они уже с ней работают. Следующий вопрос. Если нет возможности выехать в страну, где объект и как быть с обмерным планом? Такое тоже бывает. Иногда мы выезжаем, да, я делал обмеры в странах, куда приходилось выезжать. Когда такой возможности нет, тоже у нас такая была история. Один раз мы делали на Кипре дом, и там были клиенты, они сами, собственно, сделали вот это вот необходимое действие, да, необходимые обмеры. Я сказал, что они могут либо это сами сделать, но это будет непрофессионально, либо они могут заказать на местном архитектурном бюро, да, кого-то вызвать, и они сделают там с печатью все, в общем, эти обмеры. Они так и поступили, нам прислали обмеры, да, все равно они были как бы не очень качественные, да, ну, как бы не то, что хотелось бы прямо в идеале, но как бы лучше, чем ничего, вот, соответственно, мы так и сказали, да, ну, работали с чем есть, и обмеры, в общем, можно получать от местной компании. Предостерегу от того, чтобы получать обмеры от клиентов, это может быть не всегда хорошо, потому что если там будет что-то не сходиться, они потом, ну, все равно скажут, а что же вы нас не предупредили, да, тоже будет, может быть, не очень красивая ситуация. Следующий вопрос. Чертежи составляют в таком же формате, что и у нас. Ну, тут надо договориться, что является результатом вашей работы, потому что если это являются чертежи, либо эскизное какое-то проектирование, либо это исполнительная документация для уже строительства. Если вы удаленно, то я бы рекомендовал, наверное, ограничиться именно исполнительной документацией на грани концепции, да, а дальше все, что уже надо на местном уровне делать, это переложить либо на местных архитекторов, либо на местных подрядчиков. То же самое мы делали один объект за рубежом, там нужно было встроить мебель, именно готовую мебель, мы придумали визуализацию и чертежи сделали, но в любом случае наши чертежи, это не исполнительные чертежи для компании, которая будет производить. То есть мы сказали, что нужно эти чертежи показать компании и сама компания, которая производит мебель встроенную, там был кабинет такой деревянный, она сама делала, значит, для этих клиентов уже исполнительные чертежи. Потом вы можете договориться на авторском надзоре, либо посмотреть эти чертежи, то есть, соответственно, вам присылают эти материалы, вы смотрите, говорите, так или не так, либо отдать эту историю на усмотрение клиента. За это тоже можно взять дополнительные деньги, это как по комплектации. Следующий вопрос. И как обычно идет подборка материалов и мебели? Ну, собственно, тоже это мы обсуждаем, все эти моменты вы именно должны обсудить с клиентом в таком формате, что вариантов есть много, да, они разные. Надо именно самое главное здесь понять область применения, да, вашего таланта, да, с чем вы работаете, а с чем самое главное вы не работаете, чтобы не было потом необратных ожиданий. То есть, я бы сделал карту ответственности, то есть, прям разделил бы на две ячейки ваш договор, то есть, это делаю я, это у меня получается, допустим, планировку, концепцию, визуализацию и какие-то рекомендации по материалам. Да, это вот в самом безопасном способе. Плюс рекомендации, как управлять строителями, плюс рекомендации, допустим, как по фоткам потом, ну, допустим, выборы, может быть, мебели, материалов уже какой-то детальный, когда человек уже поедет покупать. Если ему это достаточно, такого бывает достаточно, то все отлично. Если он скажет, нет, у меня надо деталь, ну, скорее всего, тогда он обратится там не к вам, скорее всего, да, уже к людям, которые там на местности уже что-то будут делать. То есть, примерно так. И как идет подборка материалов и мебели? Значит, тут два варианта. Вариант номер один, это если вы изучаете местный рынок, да, то есть, изучаете местных производителей и там с ними работаете, именно, ну, смотрите, да, то есть, узнаете по знакомству, может быть, кто-то уже работал в этой стране, по знакомству спрашиваете. В общем, смотрите, кто что поставляет, это без выезда, если, да, делать на местность, на местность, то есть, вы находите все это дело по интернету, это возможно. Да, это сначала достаточно сложно, как бы, делать каждый раз для новой страны, но просто это может быть интересно и потом может специализироваться на дизайне в этой стране, если вы уже сделали там какой-то объект. Второй вариант, когда вы делаете условное подбор, то есть, что такое условное? Это когда вы делаете именно концепцию с пониманием, что клиент сам там найдет уже местный материал. Тогда вы делаете только 3D-концепцию и дальше уже клиент сам ищет. Дальше нужно понимать, будете ли вы делать там выкрасы, да, как они будут согласовываться там по почте, либо вам отправлять, да, можно так, либо фотографии просто делать, либо клиент опять же берет на свое усмотрение. Также еще один вариант, вы можете, если у вас в другой стране есть какой-то партнер либо дизайнер, да, с кем вы хотите вместе сделать этот проект, то есть, вы будете делать именно концепцию идеи и скизы, а на местности уже кто-то будет дорабатывать. Так можно предложить в том числе и архитектору, который там будет все согласовывать на местности, тоже как бы поучаствовать. Не всегда это получается хорошо, потому что не всегда с той стороны тоже компетентные товарищи получаются, либо они там могут на себя там дьявол как-то потянуть. Но вот такие возможности есть. Когда мы делали объект США, у нас был дом, и там нам клиент сам прислал именно каталог тех продуктов и компаний, с которыми он хочет работать. Вот он их выбрал сам заранее, говорит, я хочу вот эту лепнину, и наша была задача адаптировать в рабочий проект именно эту лепнину на дом. Соответственно, все это получилось, сделали, дом продали, и в общем все получилось отлично. Поэтому вот такие советы, рекомендации. Надеюсь, было полезно. Давайте я, наверное, покажу, как выглядят уже в практическом плане, там то, что мы делали. Опять же, эта работа достаточно старая, уже сколько-то лет прошло, но тем не менее, вот в нашем портфолио можно посмотреть. Тут много-много-много работ. Первое, что я покажу, наверное, давайте наш инстаграм-канал, вот этот инстаграм. Кстати, подписывайтесь, кто не подписан, обязательно. Здесь я делюсь планировками, какими-то событиями полезными. И вот это вот тот дом на Кипре, который мы делали. Здесь вот эта вот ванная комната сделана в таком стиле, с деревянными акцентами. Вот это все потом уже по факту делали приближе. Не приближается, ничего страшного. По факту это уже все делали на месте. Вот вилла на Кипре тоже. Это другая вилла. Здесь мы работали с вот этим домом. То есть мы сделали его, мы его подняли чуть повыше и добавили какой-то такой вот идеи дополнительной, немножко восточной идеи клиент захотел. Вот он, у меня фотографий тут нету, да, как оно было-стало, но они где-то на диске, да, здесь прям нету. Вот, соответственно, мы тут сделали именно вот такой вот немножко стиль. Восточный, да, вот как получилось. Здесь был одноэтажный дом, мы настроили всю эту историю, нарисовали, там бассейн сделали, там ребенку сделали корабль. В общем, прикольно получилось, плюс такие вот интересные вещи. Как мы это делали? Ну, достаточно просто, то есть мы посмотрели, там какие требования, там нам дал клиент и сделали, те же самые материалы применили и требования по высоте застройки. То есть вот это вот у него было, вот это вот примерно в таком формате. И вот добавили немножко колонны, немножко восточности. Так что еще? Вот дом, это классический дом в США, так сказать. Здесь суть в том, что мы сделали вот эту визуализацию, да, вниз мы заезжаем, такая необычная тема с гаражом, да, заезжаем внутрь. Вот как получилось, это в итоге они построили. И, ну, вот этот вот материал они нам присылали из компании, да, но потом они все равно чуть-чуть переделали, то есть не так, как на картинке получилось, не так, как на чертежах. Вот, а проект у нас был вот примерно такой. Но, тем не менее, они дом построили, продали его хорошо, 850 тысяч долларов. Он уж ушел с молотка, вот, поэтому там клиента в данном случае тоже довольна. Так, что еще есть? Вот вилла в Испании, то есть такой проект у нас достаточно тоже давнишний. И здесь мы использовали, ну, нужно было сделать визуализацию с неким дизайном, с элементом, тоже в восточном стиле, в таком дополнительном. Так, что тут у нас? Здесь, получается, мы разместили вот в таком зоне, нужно было мебель разместить, ну, и сделать какую-то визуализацию. Камин, причем такой как бы боковой стоит. Вот, здесь, ну, как бы я не скажу прям, что супер какие-то идеи, просто комната там с мебелью. Но вот как мы мебель подбирали, тоже можно посмотреть. Это я поехал в местный магазин, это наш, в Москве, и я сфотографировал примерно мебель, спросил у клиентов, смогут ли они такую найти. Да, они сказали, что смогут, поэтому я использовал вот какие-то такие предметы. Вот я сделал, получается, зону спальни и основную зону, вот она так выглядела, делится на две части. Вот клиентам так понравилось, мы это все отправили и дальше они уже воплотили уже на местности. Дальше есть еще одна тема, это внутренняя часть вилла на Кипре, которую мы видели в самом начале. Здесь какие-то элементы декора, дизайна сохраняются, да, какие-то новые. Здесь вот такой дизайн применился, можно посмотреть. Был сделан, добавлен второй этаж, это вот выход туда с видом на бассейн. Как мы это делали? Опять же, мы сделали концепцию, дальше уже клиент на местности, ну, нашел там мастеров, нашел тех, кто сделает деревянные конструкции, мебель тоже на местности нашел. То есть для многих клиентов достаточно вот такой вот идеи и дальше они эту идею, в принципе, люди разумные могут воплотить. Поэтому нам тоже за это неплохо платят, мы там не выезжая, собственно, делаем вот эту идею на уже у себя дома. Таким образом получаются зарубежные проекты. Ну и давайте еще один дом посмотрим. Вот еще один дом, дом в Италии, тоже заказывают. У нас достаточно часто такая есть услуга, которая позволяет, дом, допустим, старый берут, делают реконструкцию, обновляют его и продают. Вот мы вот для таких компаний зарубежных являемся подрядчиками. Что от нас требуется? От нас требуется взять чертежи и предложить какую-то идею. То есть я так понимаю, они продают сразу же как бы с идеей. Мы здесь сделали вот такую спальню на мансарде. Спальня плюс, ну вот так вот они захотели, что тут будет одновременно и спальня и объединенная зона. Не знаю, почему так согласовали, мы так нарисовали. Наша задача была там стиль придумать, какие-то элементы внести, чтобы это смотрелось симпатично. Ванная комната в травертине с какими-то элементами, да. В принципе, тут ничего такого сложного, необычного, да. Как видите, дизайн достаточно обычный. И кабинет. Вот кабинет тоже панелями мы сделали, просили такой классический кабинет сделать. В общем-то каких-то тут изысков тоже особенных нет. Как бы такая рабочая атмосфера. Все это дело мы отправляем клиенту. Гостиная, кстати, да. Вот расположение. Мы сначала согласовываем планировку расположения, да. Потом эта тема работает как вот в двух вариантах. С более контрастным, да. И более спокойным, да. Так как мы не знали, что понравится. Все это дело нарисовали, отвизуализировали, отправили. Дальше клиент уже у нас, там компания, которая строительная, плюс компания, которая продает, они уже с этим историей могут выводить это дело на коммерческую основу и продавать. Ну вот еще спальня дочери у них была там с выходом в сад. Нам прислали в том числе вот эту картиночку, да. Мы ее туда вставили и она у нас получилась уже внутри. Ну вот примерно так. То есть я к чему? К тому, что формата взаимодействия с зарубежными клиентами достаточно много. Это не обязательно должен быть полноценный дизайн от и до. Иногда это бывает дизайн полноценный с выездом, со всеми делами, с командировками. Иногда это бывает вот на уровне концепции, и это тоже нормально. Поэтому вы можете найти всегда свой способ понять, кто ваш клиент, частный заказчик, компания, подрядчик. Может быть это иммигранты, которые уехали из России, либо с Украины и живут там, в Испании, допустим, и делают дом. То есть нужно понимать, какой целевой клиент. И уже под них давать предложение, объяснять. Если вы знаете, какие есть позиции, то, что я сейчас вам объяснил, вы можете объяснять именно такую структуру работы с клиентом. Он тогда выберет, что он может взять на себя, на местности, что ему выгоднее отдать. И таким образом вы сделаете правильный тандем, с которым сможете поработать. Удачи в зарубежных проектах!